МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Если масло, то только шедевр! МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И с каждой осенью я расцветаю вновь. Именно такие эмоции вызывали у Александра Сергеевича Пушкина это волшебное время года. Да, пожалуй, все творческие люди в осенний период ощущают прилив сил и желание покорить новые высоты. Сегодня будем творить и создавать восхитительные кулинарные шедевры. Это шоу «Магия кухни». Всем вам здравствуйте! И к нам в студии я хотел бы пригласить шеф-повара вайн-бара Арджента Дмитрий Колесов. Итак, встречаем аплодисментами. Прошу, Дмитрий. Приветствую вас. Здравствуйте, Дмитрий. Вы впервые у нас в гостях? Да. Вы впервые. Замечательно. Это здорово. Мы всегда рады новому знакомству. Дмитрий Колесов. Более 20 лет на профессиональной кухне. Получил специальное образование в Москве. Кулинарное искусство оттачивал на практике во многих заведениях. Сегодня Дмитрий, шеф-повар высокого класса, предпочитает готовить французскую кухню. Свободное время наш герой проводит в кругу семьи и друзей на природе. Походы в горы вдохновляют его на новые кулинарные шедевры. Ну, вы знаете, все-таки, когда красивая девушка, еще и талантливая, и творческая находится среди нас, я думаю, это только к лучшему. Пока нас двое. Вот. Я бы хотел пригласиться. А, да, хорошо. Вы не против? Итак, прямо сейчас очень талантливая, замечательная певица, телеведущая, актриса, да и, пожалуй, сейчас узнаем еще и замечательная мама Анель Аринова. Вот так вот. Анель, здравствуй. Цок-цок-цок-цок. Здравствуй. Я приветствую вас. Дмитрий, знакомьтесь. Здравствуйте. Ты готова готовить? Конечно. Ты готова готовить? Потому что это моя кухня. Я готова, я готова. Дмитрий, а вот теперь поделитесь. Но перед тем, как мы приступим, я еще раз вас перебью, я бы хотел сказать, что без генерального нашего партнера мы бы сегодня не справились. И наш генеральный партнер – это компания Евразиян Фудс Корпорейшн с брендами «Три желания», «Золотые горы» и «Шедевр». Именно с этими продуктами все ваши, наши блюда будут всегда очень вкусными. Все, прошу, Дмитрий. Замечательно. Значит, мы сегодня с вами будем готовить перуанское севиче. А севиче – это блюдо, которое пришло из Южной Америки, хотя культивируют его в Испании. Но мне кажется, это все-таки то, что они вывезли в свое время из Южной Америки, как и все остальные продукты. Значит, мы с вами будем использовать для этого вот такую океаническую форель. Какая красота. Да, это океаническая форелька. Все, понял. Это не искусственно выведенная океаническая форелька. Дальше. Про ингредиенты сначала. Значит, дальше. Мы с вами будем для баланса вкуса, если это надо, использовать тростниковый сахар. Опять же, если это надо, если рыбка не даст своего сахара. Мы будем для украшения использовать мини-зелень и цветы, те, которые можно кушать. Да, это съедобные фиалки. Мы с вами будем для основного ингредиента для маринования использовать апельсин, лайм. И сопутствующие вещи – это свежий кориандр или кинза, зеленый лук, чуть-чуть перца чили, соль, оливковое масло. И наше оливковое масло, оно очень концентрировано, поэтому мы обязательно слегка… Нам понадобится. Да, нам понадобится обычное сахарное масло. Чем вам помочь? Ты готова даже помочь? Да. Я думаю, ты просто будешь здесь ходить и командовать. Нет, значит, я беру холодное оружие в руки. Я просто, Анель, знаю очень давно и знаю, что у тебя характер такой очень… Ты не боишься стоять рядом со мной? Положи, положи. Хорошо. Сейчас нам Дмитрий подскажет, что делать. Итак, теперь смотрим. Каждый из нас когда-нибудь чистил экономочки, снимал цедру с апельсина и лайма. Снимаем цедру опять, Синечка. Да, ой-ой-ой. А вы будете рыбу? А я с рыбкой. А тогда я вас приглашу сюда с рыбкой, я дождусь, пока освободится… Давайте, давайте, давайте. Это не картошка. Это не картошка. Амельчика, а мы можем говорить о твоем сыне в эфире? Мы можем говорить о моем сыне в эфире. Расскажи, сколько ему сейчас? Нам сейчас 8 месяцев. 8. Что он любит, что ты ему добавляешь, чем его подкармливаешь? Так. Есть ли уже какие-то блюда? Мы пьем бульончик, любим картошечку. Я делаю пюре. Естественно, даю ему мясо. Мясо. Курочку говядины, да. Обязательно фруктовые. Ты не даешь, да, уже? Конечно. Ага. Обязательно. А что он не любит? Он из… У меня не получается, что он не любит. Нет, а зачем ты так прям по чуть-чуть? Не надо длинную делать, все. Ты повезди. По одной, по одной. Первый, я первый раз это… По одной. Это дело не смейте. Давай раз. Мы с вами сняли филе с кожи. Так. Оставив на коже по максимальному рыбный жир, который у нас находится между мякотью и кожицей. А почему, для чего? А это более для красоты. Теперь давай лайм. Теперь мы берем лайм. Лайм мы сначала катаем. Лайм мы катаем для чего? А мы катаем так лайм, чтобы мы больше сока получили. Все, вот такие секреты, видишь? Да, вот такие мягенькие, мягенькие, мягенькие. Он становится, а потом мы также с него снимаем цедру. Вот так. Будем знать. А давайте теперь с вами с апельсином. Да, с апельсином. Что нужно? Тюрючим. С апельсинским делом следующее. Срезали низ. Устойчиво? Угу. Также срезали вверх. Угу. Устойчиво. Теперь мы снимаем полностью белое. Угу. Чтобы у нас с вами остался чистый апельсин. Все понятно. Вот так слегка по кругу. Хорошо? Что мы сделаем с цедрой? Угу. Мы ее сейчас нарежем мелко, да? Мы ее постараемся, да, с вами, ну, еще что, чтобы вам было попроще, немножко покороче, да, и как можно, как можно, как можно тоньше ее нарезать. Вот так. Хорошо? А потом мы с вами ее киним. Угу. Так. Так. Ну, значит, что-то мне здесь тесновато. Пойду я постою здесь, да. Ну, хорошо. Жарко, жарко становится. Жарко, жарко. Ну, да, среди мужчин как-никак. Ну, конечно. У нас опять по росту с вами построили, да? Да. Я могу чуть-чуть прийти. Ничего, ничего, ничего. Все хорошо. Так, а мы что, а мы тонко нарезаем? Мы куда кладем это? Мы кладем это в воду. Просто в воду. Да, в холостную воду мы с вами убираем излишнюю горечко, которая может быть. А дальше мы все будем очень просто. Возьмем лучок, один самый красивый, выведем. Ну, выведите сами, да, она красивая любая. Возьмем перышко одно. Как называется? Пёрышко. Пёрышко, да. А как его еще называют? Пёрышко. Да? И вот так, наискосочек, наискосочек, раз. То есть, мне каждое пёрышко нужно по отдельности брать, да? Да, лучше так. А так мы с вами подавим. А так будет некрасиво. У каждого масла запах особый. Пахнет элитное, тестом из дубой. Сливочный берег, хлебом хрустящим. Стопкой блинов, ароматных, манящих. А деревенская пахнет картошкой. Легкий дымок и укропы немножко. Масло «Золотые горы». Вкус для каждого. Пульса для всех. Скажите, а вот эту вот рыбу, её можно кушать сырой или нет? А, её можно, да? То есть, лимончиком... Из неё можно сделать сашими великолепно. Из неё можно сделать суши, роллы, что хотите. Положим рыбу. Какая она всё-таки красивая, да, Капути? С вами положили рыбку. Теперь где наш лайм? Лайм, вот он. Лайм здесь. Какой процесс? Просто выдавливаем, да? Так, мы это всё маринуем в лайме. Теперь мы это всё с вами не солим пока. Не добавляем никаких препаратов. Просто в сторонку. Мы это просто в сторонку отодвигаем. Минут на 15. И ждём. Туда тогда в уголок. Отлично. И переходим к... Второму блюду. А, вот так даже. Друзья мои, мы переходим ко второму блюду. Друзья мои, это «Магия кухни». Мы продолжаем у нас второе блюдо. Пожалуйста, расскажите, как он называется и что нам понадобится. У нас с вами кальмар в чебате. Так. Нам понадобится охлаждённый кальмар. Угу. Заранее мы его просто почистили, а так он просто охлаждён. Угу. Всё ясно. Значит, нам с вами понадобится базилик, нам с вами понадобится тимьян, нам с вами понадобится баклажа, репчатый лук, само в себе чайбата. Угу. Мы её отпекли в нашем ресторане, но её можно купить в любом магазине. Всё ясно. Да. Но это, собственно, распространена. Да, это сейчас булочка. Сыр моцарелла, чёрный перец, возможно, украшение. Да, это пюре из томатов. Пюре? Сами делали? Да. А как оно делается? По-моему, продаётся, а я вам скажу вкратце очень быстро, в процессе прокатывания. Всё хорошо. Вот. И, естественно, свежие помидоры. Угу. И чеснок. Угу. Баклажаны. Угу. И нарезали пятачками. Давайте, давайте. Конечно. Замечательно. Давайте. Ну, уже видишь. Я такая, это конечно! Ну, посмотрим. Замечательно. Ты тут тоже говорил, конечно, Анна. Так. Покажи, потом будешь возмущаться. Спокойно. А вы пока берёте два помидора. Так. Два помидора. Угу. Удаляем плодоножку. Хорошо. Вот. Удалили. Разрезали? Угу. Да. Затем вот таким движением сразу удалили заднюю часть. Угу. Не нужно. Угу. Да? И просто нарезали вот таким кубиком. Хорошо? Хорошо. А я пока почищу чеснок. Для этого блюда нам с вами хватит одного зубчика чеснока. Так. Чеснок сейчас у нас с вами уже вроде бы и не молодой, но до сих пор еще очень сильный. Угу. Так. Далее. Замечательно. Теперь мы с вами положим это в чашечку. Угу. В чашечку, да? Далее что? Положи. Теперь чуть-чуть соль. Так. Соль. Вот она у нас с вами соль. Соль посолим и... Посолим. Так-так-так-так, помешаем? Черный перец. Поперчим. Вот после этого мы добавим масло, то, которое нам предлагал ведущий. Вот так солим? Да, так. Мы солим сколько? Еще-чуть. Посолим. Далее. Перец. Крутим. Так. Давайте чуть-чуть, пап. Не-не-не, вот немножко ослабим. Теперь у нас лучше он будет. Вот, замечательно. Так. Сколько нам его примерно? Весь-весь-весь, чтобы у нас слегка-слегка перчиком слил. Все замечательно. Меленький. Замечательно. Ага, далее. Замечательно. Теперь мы с вами возьмем свежий тимьян, да, вот такой чабрец. Понюхайте. Да, очень ароматный. Да, замечательно. Добавляем сюда и добавляем вот так, мы его трем пальчиками, чтобы он начал выделять вот свой аромат. Угу. Да? Замечательно. Стираем, да, его? Теперь, да, взяли чесночок. 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 Размяли. Чесночок мы сделаем. Размяли. Ага. Да, мы его раздавили, мы его быстренько нашинковали. Эх, техника. Добавим. Угу. Все, замечательно. А вот сейчас масло. Да. А куда я, ну вот оно? Так. Да, замечательно. Стоп. Угу. И чуть-чуть оливкового масла. Хорошо. Ну, давайте мужчине доведем жарить. Да нет, пожалуйста, давайте вы будете. Зачем? Ваши руки уже набиты. В хорошем смысле этого слова. Поэтому лучше мы вам доверим, чтобы не экспериментировать. А помидоры я пока отпускаю. Правильно, правильно. И можете их положить куда-нибудь в какую-нибудь тарелочку, в мисочку, да. Плачь, девочка, плачь, плачь, плачь. Масла минимум. Баклажан очень хитрый по своей структуре овощей. Он очень сильно впитывает масло. И он очень обманчив. Мы с вами думаем, что масла на сковородке очень мало. Мы начинаем добавлять его больше, больше. А еще впитывать. Не знаю, сколько добавили, хватит, да? Сколько налили вначале. А потом он резко его отдает обратно, и у нас с вами все плавает в масло. Все ясно. Поэтому нежелательно добавлять. Да, поэтому нам с вами нужно вот так вот, чтобы корочка слегка отсохла, да, и поджарилась. Поджарилась. Снимаем те, которые, да, уже обжариваются, замечательно, да, вот такую кулечку снимаем. Пладем на тарелочку, чтобы они остыли. Так, ну я уже поплакала, значит. Все мы нарезали. Теперь с вами возьмем сотейничек, вот этот вот, да, сотейничек. Поставим его рядышком, осторожно, чтобы вас не обжечь. А, наверное, маслице, да, нужно будет? Да, конечно. Где у нас масло? А, Мурат, куда ты делал? А вот она, вот она, крайняя, слева. Крайняя слева. Да, открытая уже. Мы с вами возьмем маслице. Угу. Да, так, кулечку, кулечку. Польем. Да, и прописируем лук, да? Да, давайте сюда лукок носить. А давайте вы сами. Давайте. Давайте. Как думаете, все уже готово, да? Я думаю, все. Да. Снимайте и выключим. Ну, сейчас баклажанов возьмем, они у нас уже остыли с вами. Ага. Смотрите. Давайте, давайте. И уже, это уже очень просто, да, вот, нельзя вот так не пальцать. Просто полоска. Угу. Просто полоска. Хорошо? Хорошо, хорошо. Замечательно. Давай, Энель, хоть это, может, у тебя получится. Слушай. Что? Да шучу, я тебя любя. Ты такой замечательный. Я любя тебя, да? Ты такой светлый, ты такой улыбчивый. Ай. Да, я за тобой наблюдаю в инстаграме. Да, ты подписываешь, но ты не подписан на меня. Ну, как же. Я на тебя подписываю. Я-то тебя не читаю, нет, я читаю. А вы пока знаете, что здесь сделать, если это несложно? Листики кинзы в какую-нибудь тарелочку, буквально, наверное, три-четыре... Веточки. Веточки, да. Это у нас с вами пойдет в первое блюдо, только которое у нас с вами умирается. Хорошо? Все ясно. Просто его... Замечательно. Листья, да? Ну, я пока на это, а потом переложу. Да. И вот здесь маленький ножичек, можно очистить зубчик чесночка. Это тоже пойдет севичем. Хорошо. Виталий, что мы делаем с баклажаном? Я обратно возвращаю его в тарелочку, или мы сейчас будем его в лук, да, добавлять? Уже перекладываем, да. Видите, лучок стал коричневым, да, слегка. И он уже стал мягким. Мы с вами добавили баклажаны. Смотрите, размешиваем. Масла пока не добавляем, из наших баклажанов сейчас еще пройдет. Угу. Поэтому не добавляем. Поскольку баклажаны уже сами себе жарены, лук жарен. Так, на тихий огонь поставили. Ну нет, чуть-чуть побольше все-таки. И теперь мы с вами сюда... Добавляем помидоры. Да, добавляем помидоры. Так, я пока тут увлеченно резал чеснок. Что мы сделаем здесь, чтобы я мог напомнить? Ой, мы с вами сделали рагу из баклажанов с помидорами и луком, можно так сказать. Все, мы обжарили лук, порезали баклажаны, которые мы до этого обжарили. Да. И помидоры, которые я нарезал. Да, которые ты нарезал. Которые я нарезал. Ты нарезал. Своими руками. Да, своими руками. Не спорьте, не спорьте, что вы спорите? Давайте еще кому-нибудь дадим работу. Моцареллу тереть кто? Анель, конечно. Что такое прямо, Анель? Конечно, мы что, по очереди, чтобы как в детском саду? Ты же гость. Берем кусочек сыра моцарелла. Далее. Да. И трем его вот на этой терочке. Давай. Мы только вот этот кусочек натираем? Да, больше нам не понадобится. Больше не надо, да? Слушай. Так, добавили соль, добавили перец. Добавили базилик. Так, теперь мы с вами возьмем чуть-чуть половинку вашего продукта, который вы сделали. Чеснок. Так. Капельку. Чеснок. Теперь мы с вами добавим соус. Томатный. Интересно, да? Добавляете помидор, а еще потом в конце и, можно сказать, томатную пасту. Это не томатная паста. Как масло-масло. У нас с вами приобретает, смотрите, какая консистенция становится. Да, вижу. Фактура. Если мы с вами не добавим, у нас с вами все блюда, все ингредиенты будут как бы сами по себе. Как только мы с вами добавляем соусную структуру, они как бы объединяются в единое целое. Так, а я вас попросил бы масла. Да, конечно, конечно. С удовольствием. Чуть-чуть добавим. Мы делаем с тимьяном, помните, да? Да. Чуть-чуть добавьте масла, чтобы у нас корочка сверху появилась такая, видите, красивенькая. Угу. Да? Сейчас это масло не даст ароматным веществам очень сильно испаряться из воды. Да? Поэтому мы с вами опять минем туда тимьян. Угу. Добавляем. Да? Получаем такой как бы травяной бульончик. Добавим чуть соли. Морепродукты, они изначально, чуть-чуть солоновато. Угу. Поэтому с солью было, надо быть очень-очень-очень осторожным. Некоторые креветки, которые мы с вами можем готовить в жизни, они уже будут соленые изначально. Угу. И поэтому с солью... В морской воде же? Да, совершенно верно. Поэтому с солью нужно быть очень-очень-очень осторожным. Умный я, какой видишь. Замечательно. Можем добавить туда кориандр свежего. Чу-ку, да? Ну, и давайте чуть-чуть, у нас с вами же няпольское блюдо, правильно? Няполь. Поэтому как же обойтись без... Оливкового. Оливкового масла. Угу. Теперь мы с вами эту булочку слегка... Можем? Подогрей, не, не очень. Мы ее просто сбрызнем. С водичкой, да. Потому что у нас с вами на производствах печи идут со специальными устройствами, которые впрыскивают воду внутрь. Надо же, да? Барками к томата. А здесь у нас с вами печь без этого, поэтому мы с вами слегка сбрызнули. Обыкновенная духовка, да? Да. И положили ее на 180 градусов минуты на две, чтобы она просто прогрелась. Да, просто прогрелась. Все понятно. У каждой хозяйки десятки секретов. Салатов, пюре, запеканок, омлетов. С брокколи, рукколой, тмином и кинзой. Камамбером, ракфором, чеддером, брынзой. С уксусом, с солью, молотым перцем. С любовью, душой и от чистого сердца. С мясом, без мяса, с начинкой и без. Сотни рецептов. Один майонез. Майонез, три желания. У нас с вами закипела вода. Так, далее. Берем карман. На 30 секунд. То есть мы его никак не нарезаем, мы цель на его вот так вот. Нарезать будем позже. Нарезаем. Раз, два. Сколько? Секунд 30. Когда вынимаем, вынимайте так, чтобы из него слилась водичка, да, иначе можно элементарно ошпариться. Вау. Вот теперь у нас с вами то, что нужно. И самое главное, видно, что это. Вот мы с вами вот так нарезаем, видите, какой он нежный. Нежный, ароматный. Давайте я вам помогу. Давайте, давайте. Давайте, давайте. Так, более томат нам не нужен или нужен? Томатный соус я сейчас уберу. Он нам больше не понадобится. И когда мы с вами чебату вытащили из любой печи, да? Там чуть-чуть. Чуть-чуть, да, капнем мы с вами оливковое масло, так, прям чуть-чуточку. Так, крючки. Крючки. Крючки, крючки. Крючки. Все? Да. Держи, Натечка. Получается. Да, спасибо большое. Все, теперь мы с вами кальмар. Все-таки еще, ага, чуть-чуть, чтобы это не мешать, да? Рагу. Добавляем наше рагу. И уже практически не греем. Вот мы включили с вами газ, либо нагрев, да, если плита электрическая. Перемешали. Здесь есть соус внизу, да, соус. Из кисточки сделаем вот такой рисунок. Это просто как декор. Мы занимаемся художеством. Теперь мы с вами положили чебату. Угу. Взяли наш с вами фарш. Можно его так назвать. Либо рагу с кальмаром. Положили. Угу. Адель, ты не пела сегодня. Не забывай об этом, так что не смотри. Взяли сыр моцарелла. Так, сверху. Посыплю его сверху. Угу. Во-во. О, волшебство пошло. Но это же магия кухни. У нас с вами первое блюдо готово. Горячее. Отлично. Аплодисменты. Браво. Кальмар в чабате. Баклажан нарезаем кольцами. Солим, перчим, добавляем свежий тимьян. Мелко нашинкованный чеснок, растительное и оливковое масло. Начинаем обжаривать на сковороде гриль. В сотейнике на растительном масле пассируем репчатый лук. После помещаем сюда готовые баклажаны, нарезанные полосками и измельченные кубиком помидоры. Солим, перчим, добавляем нашинкованный базилик, небольшое количество чеснока и ближе к завершению томатное пюре. В сотейник с водой добавляем растительное масло, тимьян, соль, перец, свежий кориандр, немного оливкового масла. Когда вода закипит, опускаем в нее кальмаров буквально на 30 секунд. Вытаскиваем, нарезаем кольцами и добавляем в сотейник к основным овощным ингредиентам. Тамин на огне несколько минут. Сбрыскиваем чиабатту водой и отправляем в духовку, разогретую до 180 градусов, на 2 минуты. После разрезаем булочку на две половины. Сверху выкладываем рагу, посыпаем сыром моцарелла и обрабатываем специальной горелкой. Украшаем зеленью. Приятного аппетита! Заварила сверху рыбку, да? Замечательно. Значит, теперь мы с вами добавляем те ингредиенты, которые вырезали и вырезали. Помните, да? Это сегменты апельсина, да? И это перышки зеленого лука. Так. Мы добавили веточки кинзы. Ниже. Мы добавили чеснок. Угу. Мы с вами взяли острый перец. Да, тот самый. Да, острый перец. Опасный который. Маленький кончик острого перца. Да. Помидор у нас с вами происходит вот такая метаморфоза. Мы вытаскиваем сердцевинку. Ага. Оставляя кожицу. И обязательно, чтобы на ней было мясо. Да? Именно мякоть помидора осталась. Да? Да, французы называют это конкассе. Ты сможешь это повторить, что сейчас сказали? Нет. Нет? Повторить я точно не смогу. Да. Добавляем в наш с вами севиче. Мы с вами добавляем соль. Чуть-чуть тростниковый сахар. Лучше, чтобы он был тростниковый. Хорошо. Да. Две щепотки. Чуть-чуть. Перца. Черного перца. И вот теперь еще без масла оливкового и масла растительного, которое мы даваем, мы с вами слегка это перемешиваем. Теперь. Анель. Масло. Подойдите, пожалуйста. Спасибо тебе. Какая ты сегодня. Что с тобой? Что ты такая добрая сегодня? Видимо, голодная, да? Проголодалась? Я думаю, что... Аппетитно здесь. А любой оказавшийся здесь человек... На магии кухни. Да, на магии кухни будет голодным. Угу. Вмечательно. Потом помните, мы с вами цедру резали, да? Да, 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 да. Вот теперь мы с вами взяли чуть-чуть цедры. Видите, она какая красивая стала у нас. Она у нас чуть-чуть свернулась. Добавили цедры. И прошу вас, подайте мне вот эту тарелочку. Да, конечно, конечно. Для сервировки. Нам только одна нужно будет? Да, конечно. Вот сюда лучше. Давайте. Так, так, так. Теперь мы с вами выкладываем наш с вами севич. Что ты на каблуках сверху смотришь на меня? Посмотрите, она какая яркая. Да, да, кстати. Какая она красивая. Очень такое сочное блюдо, да? И по цветовой гамме, и по вкусу. Насыщенная, да? У тебя у самого главная слюнки. Я-то уже адаптировался, понимаешь? Я-то как в предыдущей программе уже у меня иммунитет вырос. Его слюнки уже не видно. Да ладно, ты скажи, что в начале съемки ты просто сидишь тихо-тихо-тихо, кушаешь, кушаешь, да, и уже приходишь на программу с полным животом. Уже когда-то, да-да, ничего не хочу, Лена. Да, 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 вот примерно так, наверное, это и будет. И теперь для украшения мы с вами добавляем мини-зелень. Да, это крест-тахуна. Еще раз повторите, пожалуйста, что? Крест-тахуна. Это что? Тахуна-то такая травка, а крест-это маленькие побеги в салатах. И украшаем с вами съедобный фиалочек. Великолепно, замечательно. Ну что ж, самое время попробовать. Севиче из форели. Филе форели нарезаем кубиками. Сверху выжимаем сок лайма, оставляем мариноваться на 15-20 минут. Добавляем сегменты апельсина, зеленый и красный лук, кинзу, чеснок, чили-перец, томаты конкассе. Приправляем солью, тростниковым сахаром и перцем. Перемешиваем. В завершении добавляем растительное и оливковые масла, цедру лайма и апельсином. Украшаем зеленью. Приятного аппетита! Прошу. Так, я прям волнуюсь. А что же мне попробовать? Ну я думаю, что стоит начать... Все-таки это салат, да? Это холодная закуска. Да, вот с холодной закуской нашли. С апельсином вместе, я думаю, что это будет идеально. Ой, как бы это взять? Вкусно? Интересно? Интересно. Для меня это необычно. Так как я сижу дома, в основном, и ем домашнюю еду, а такое очень что-то такое новое, свежее и вкусное. Самое главное, точно не поправитесь. Ну а теперь кальмары, пожалуйста. Кальмары, почему? Можно без... Только я пробую, потому что ты наш гость. Я думаю, что можно без чабата, если ты так следишь. Без чабата, да, если ты так следишь за диетой, то... Попробуйте саму кальмары. Сейчас, секундочку. Я вообще люблю морепродукты. Как сын подрастил, ты приготовишь? Ну просто в тему я попала сегодня. Вкусно, 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 очень, серьезно. От нашего генерального партнера Евразин Фудс Корпорейшн с брендами «Три желания», «Золотые горы» и «Шедевр». Поэтому сейчас готовьтесь. Корзина у нас очень тяжелая, так как все продукты очень вкусные. Это вам, Анель. Осторожно. И тебе, корзина. Та-да-да-там. Прошу. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, вот так вот, друзья мои. Ой-ой-ой. Ну а вы, дорогие телезрители, готовьте с душой и подавайте блюдо с любовью. Тогда будет особенно вкусно. А мы отправляемся за новыми кулинарными идеями. Встретимся на телеканале «Хабар» совсем скоро. Меня зовут Мурат Матурганов. До новых встреч. Субтитры подогнал «Симон»! Сотни рецептов. Один майонез. Майонез – три желания.